Борис Пастернак, часть пятая, прощание со старым. Первое. Город назывался Мелизеевым. Он стоял на чернозёле. Тучей саранчи висела над его крышами чёрная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать продолжается ли она или уже кончилась. Каждый день без конца, как грибы, вырастали новые должности и на все их выбирали. Его самого поручика Галиулина и сестру Антипову и ещё несколько человек из их компании на перечёт жителей больших городов, людей сведущих и видавших виды. Они замещали посты в городском самоуправлении, служили комиссарами на мелких местах в армии и по санитарной части и относились к чередованию этих занятий как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелке. Но всё чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям. Работа часто и живо сталкивала Живаго с Антиповой. Борис Пастернак, доктор Живаго. Часть пятая, глава вторая. В дожде и чёрная пыль в городе превращалась в тёмно-коричневую слякоть коричневого цвета, покрывавшую его улицы в большинстве немощеные. Городок был невелик, с любого места в нём тут же за поворотом открывалась хмурая степь, тёмное небо, просторы войны, просторы революции. Юрий Андреевич писал жене, развал и анархия в армии продолжаются, предпринимают меры к поднятию солдат дисциплины и боевого духа, объезжал расположенные поблизости части. Наконец, вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы написать тебе гораздо раньше, работаю я тут рука об руку с некой Антиповой, сестрой Милосердия из Москвы, уроженкой Урала. Помнишь, на ёлке в страшную ночь кончина твоей мамы, девушка стреляла в прокурора. Её, кажется, потом судили. Помнится, я тогда же сказал тебе, что эту курсистку, когда она ещё была гимназисткой, мы с Мишей видели в одних длинных номерах, куда ездили с твоим папой, не помню с какой целью. Ночью в трескучий мороз, как мне так теперь кажется, во время вооружённого восстания на Пресне. Вот это и есть Антипова. Несколько раз порвался домой. Но это не так просто. Задерживают главным образом дела, которые без ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются в самой поездке. Поезда то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности. Однако, разумеется, так не может продолжаться до бесконечности. И потому несколько человек, вылечившихся, ушёдших со службы и освобождённых, в том числе я, Голиулин и Антипова, решили во что бы то ни стало разъезжаться с будущей недели, а для удобства посадки отправляться в разные дни поодиночке. В любой день могу нагрянуть, как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму. Ещё до отъезда Юрий Андреевич успел получить ответное письмо Антонины Александровны. В этом письме, в котором рыдания нарушали построение периодов, а точками служили следы слёз и кляксы, Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрой, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений и стечения обстоятельств, с которыми не сравняться её, тоненному скромному жизненному пути. — О Сашеньке и его будущем не беспокойся, — писала она. — Тебе не придётся за него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребёнком видел в нашем доме. — Ты с ума сошла, Тоня, — бросился отвечать Юрий Андреевич. — Какие подозрения? Разве ты не знаешь или знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому, спасли меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны, страшных и уничтожающих. Впрочем, к чему слова? «Скоро мы увидимся, начнётся прежняя жизнь, всё объяснится». Но то, что ты могла ответить так, пугает меня совсем по-другому. Если я подал повод для такого ответа, может быть, я веду себя действительно двусмысленно, и тогда виноват также перед этой женщиной, которую ввожу в заблуждение, и перед которой должен буду извиниться. Я это делаю, как только она вернётся из объезда нескольких близлежащих деревень. Земство, прежде существовавшееся только в губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в властях. Антипову уехала помогать своей знакомой, которой работает инструкторшей, как раз по этим законодательным нововведениям. Замечательно, что, живя с Антиповой в одном доме, я до сих пор не знаю, где её комната, и никогда этим не интересовался. Борис Пастернак, доктор Живак, часть пятая, глава третья. Из Мелюзеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушино, административно подчинённое Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшее. Другая, насыпная ищебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Бирючану, к узловой станции двух скрещивавшихся невдалеке от Мелюзеева железных дорог. В июне в Зыбушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашённая Зыбушинским мукомолом Блажейко. Республика опиралась на дезертиров из 212-го пехотного полка, с оружием в руках, покинувших позиции и через Бирючи, пришедших в Зыбушина к моменту переворота. Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Зектан Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее Зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волосное правление в апостолат. Зыбушина всегда была источником легенд и преувеличений. Оно стояло в дремучих лесах, упоминалось в документах смутного времени, и его окрестности кишели разбойниками в более позднюю пору. Притчи его языцах были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. Некоторые поверья, обычаи и особенности говора, отличавшие эту западную часть прифронтовой полосы, шли именно из Зыбушина. Теперь такие же небылицы рассказывали про главного помощника Блажейко. Утверждали, будто это глухонемое отрождение, под влиянием вдохновения, обретающий дар слова и по истечении озарения его, снова теряющий. В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная временному правительству часть. Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к Берючам. Там, за путями, на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на которых торчали заросшие землянику и пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых, невывезенных дров и разрушались землянки, работавших тут когда-то сезонников лесорубов. Здесь и засели дезертиры. Борис Пастернак. Доктор Живаго. Часть пятая, глава четвертая. Госпиталь, в котором лежал, а потом служил, и который собирался теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабринской с начала войны, пожертвованного владелицей в пользу раненых. Двухэтажный особняк занимал одно из лучших мест в Мелюзееве. Он стоял на скрещении главной улицы с центральной площадью города, так называемым плацем, на котором раньше производили учения солдат, а теперь вечерами происходили митинги. Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало из особняка хорошие виды. Кроме главной улицы и площади, из него был виден двор соседей, к которому он примыкал. Бедное провинциальное хозяйство, ничем не отличавшееся от деревенского. Открывался также из него старый графинин сад, куда дом выходил задней стеной. Особняк никогда не представлял для Жабринской самостоятельной ценности. Ей принадлежало в уезде большое имение Раздольное, и дом в городе служил только опорным пунктом для деловых наездов в город, а также сборным местом для гостей, съезжавшихся летом со всех сторон в имение. Теперь в доме был госпиталь, а владелица была арестована в Петербурге в месте своего постоянного жительства. Из прежней челюсти в особняке оставались две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних мадмуазель Флери и бывшая белая кухарка графини Устинья. Седая и румяная старуха, мадмуазель Флери, шаркая туфлями, в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой, расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то с семейством жабринских, и ломаным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончание русских слов на французский лад. Она становилась в позу, размахивала руками и к концу болтовни раздражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем. Мадмуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанию, глубоко кренящейся в романской природе, мадмуазель радовалась, заставая их обоих вместе, многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадмуазель, как все чудачики, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась. Еще более любопытную натуру представляла собой Устинья. Это была женщина с нескладно суживающей кверху фигурой, которая придавала ей сходство с наседкой. Устинья была суха и трезва да ехидственна, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий. Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу не зачуравшихся от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дома. Она была родом Забушинская, говорили, будто она дочь сельского колдуна. Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока ее не прорывала. Тут уж нельзя было ее остановить. Ее страстью было вступаться за правду. После падения Забушинской республики Милюзеевский исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которые незанятые милюзеевцы стекались, как былое время летом, на посиделке под открытым небом у ворот пожарной части. Милюзеевский культпросвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед. Те считали наиболее вопиющей нелепостью в россказнях о Забушине, говорящего глухонемого, и особенно часто сводили на него речь в своих разоблачениях. Но мелкие милюзеевские ремесленники, солдатки и бывшая барская прислуга были другого мнения. Говорящий глухонемой не казался им верхом бессмыслицы, из-за него вступались. Среди разрозненных возгласов, раздававшихся из толпы в его защиту, часто слышался голос у Стинни. Сначала она не решалась вылезать наружу, бабий стыд удерживал ее, но постепенно, набираясь храбрости, она начала все смелее наскакивать на ораторов с неугодными в милюзееве мнениями. Так незаметно стала она заправской говоруньей с трибуны. Из особняка в открытые окна было слышно слитное гудение голосов на площади, и в особенно тихие вечера и обрывки отдельных выступлений. Часто, когда говорила у Стинни, в комнату вбегала мадемуазель, уговаривала присутствующих прислушаться и, коверкая слова, добродушно передразнивала. Распу, распу, царск, бриян, зыбуш, глухонемой, измен, измен. Втайне мадемуазель гордилась этой острой на язык бой бабой. Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга орчали. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть пятая, глава пятая. Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду. Обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься. И направлял необходимые бумаги. В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, будто он еще совершенный мальчик. То были дни подготовки нового большого наступления. Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс. Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная. Перед отъездом доктору надо было отметиться у коменданта, должность которого Мелюзееви исполнял воинский начальник, уездный, как его называли для краткости. Обычно у него бывала страшная толчая, столпотворение, не умещалась в синях, и на дворе и занимала полуулицы, перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал. В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные, все усложняющимся делопроизводством, молча писали, иронически переглядываясь. Из кабинета начальника наносились веселые голоса. Точно там, расстегнув кетеля, освежались чем-то прохладительным. Оттуда на общую половину вышел Галиулин. Увидел живака, и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление. Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке. Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения находился тут, в кабинете, никакого отношения не имеющим к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным. Находился перед администраторами военно-бумажного царства. Стоял перед ними и ораторствовал. «А вот еще одна наша звезда», сказал уездный, представляя доктора комиссара, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собой. А уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую доктором бумагу, вновь ее принял и любезным движением руки показал живак, настоявший посередине комнаты, низкий мягкий пол. Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязаннее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола. Его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиолин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову. А молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и как запущенный волчок ни на минуту не умолкая и все время двигаясь маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая. Речь шла о бюрючевских дезертирах. Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще не оперившийся юноша, который, как свечка, горел самыми высшими идеалами. Говорили, будто он из хорошей семьи. Чуть ли не сын сенатора. И в феврале один из первых повел свою роту в Государственную Думу. Фамилия его была Гинце или Гинц. Доктор его назвали неясно, когда их знакомили. У комиссара был правильный петербургский выговор, отчетливый, приотчетливый, чуть-чуть астезийский. Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод. И, чтобы казаться старше, он брезгливо кривил лицо и напускал на себя сделанную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифейн и поднимал углами плечи в новых негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так, что от плеч к ногам ее можно было вычертить с помощью двух книзу сходящихся линий. На железной дороге в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк. Красный предан. Их вызовут, бунтерщиков окружат и дело с концом. Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении, осведомлял уездный комиссар. Казаки ни в коем случае, вспыхивал комиссар. Какой-то 905-й год, дореволюционная реминисценция. Мы тут на разных полюсах с вами, тут ваши генералы перемудрили. Ничего еще не сделано, все еще только в плане предложений. Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативное распоряжение. Я казаков не отменяю. Допустим, но со своей стороны предприму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак, как сказать, во всяком случае лагерь, укрепленный. Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу, этих лесных разбойников. Пусть будут тарщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ ребенок, надо его знать, надо знать его психику, тут потребуется особый подход, надо уметь задеть его за лучшее, чувствительнейшие струны, так, так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубке и по душам с ними потолкую. Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите парить? Вы не верите? Сомнительно, но дай Бог. Я скажу им, братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел, пожертвовал именем, положением, любовью к родителям, любовью родителей, чтобы заевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уже о старой гвардии, славных предшественников, о каторжанах-народниках и народовольцах Слишенбурцах. Для себя ли мы старались? Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а воины первой в мире революционной армии. Спросите себя честно. Оправдали ли вы это высокое звание? В то время, как родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить себя гидрую обвисшегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайки безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузнанных негодяев, обожравшихся свободы, которым, что ни дай, им все мало. Вот уж подлинно, пусти свинью за стол, а она и ноги на стол. О, я пройму, я престажу их. Нет, нет, это рискованно, пробовал вразумить уездный, украдкой многоначительно переглядываясь с помощником. Галиулин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал Сарвега Голов из 212-го по дивизии, откуда полк входил и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал. Юрий Андреевич все время порывался в статью и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныров. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили. И все это извергалось потоком слов. Лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись. О, как хочется иногда из бездарно возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения кажущиеся безмолвие природы, каторжное беззвучие долгого, упорного труда, бессловесность крепкого сна, истинной музыки и не имеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения. Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение Сантиповой, а как бы то ни было неприятно, он был рад необходимости ее увидеть, пусть и такой ценой, но едва ли она уже приехала. Воспользуясь первой удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета. Борис Пастернак, доктор Живаго. Часть пятая, глава шестая. Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталою, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить. Впрочем, постучитесь к ней, посоветовала мадемуазель. Она, наверное, еще не спит. А как к ней пройти, спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель. Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской, и куда доктор никогда не заглядывал. Между тем быстро темнело, на улицах стало темнее, теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней комнате. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящий хлам. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросала в пот. Полосы керосинового света, падавших во двор, струями грязной испаренной стекали по стволам деревьев. На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманное решение, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее с соседней двор. Доктор высунулся в него. Ночь была полна тихих, тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника мерно с оттяжкою. Где-то за окном шептались, где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро и гремели цепью, набирая ее из колодца. Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходило в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями болежниками так, что он стал непроходимым, заплывала во весь рост деревьев огромная, как стена большого здания, трущобно-пыльная глухание старой засветающей липы. Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной. Хлопали дверью, били с крыльями обрывки какой-то песни. За вороньими гнездами графининого сада показалось чудовищных размеров из черна багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в зыбушине, а потом пожелтела беречевская железнодорожная водокачка. А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день. Она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, которая еще не привыкла. Но оно не балует. Русеня, я тебе дам дьявол бодаться, шепотом уламывала ее хозяйка. Но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то вытянув в шею, то вытянув в шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мельюзиевскими сараями мерцали звезды, и от них корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели. Все кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер широкой волной шло, не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действия этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть пятая, глава седьмая. Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитое белило, светом. У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени. Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании слушавшись, можно было различить через плац, все, что там говорилось. На великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части, без внимания к голосам, слышавшихся через дорогу, и стал смотреть по сторонам. Сбоку в площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие, покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные претенные из ивовых прутев изгороди, словно то были закинуты в прут верши или затонувшие корзины, которыми ловят раков. В домишках подслеповато поблескивали стеклах в рамах растворенных окошек. Внутри комнаты с полисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими, словно маслом, смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные худощавые мальвы, похожие на хуторя на пурбахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом. Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дары ясновидения, и вдруг в тишину этой светлой мерцающей сказки стали падать мирные рубленные звуки чего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гринц, он говорил на площади. Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал милюзиевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, за бушинских событий. В том же духе, как он говорил у Воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для Родины части испытаний. Середины речи его начали перебивать. Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гринца, в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданки из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать. Перевернутому вверху дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробирала и женщина. Она не имела намерения влезть на ящик, а протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали, наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья. Вот вы говорите Забушина, товарищ комиссар, и потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман. А, между прочим, сами я вас послушала, только знаете большевиками и меньшевиками шпыняться. Большевики и меньшевики ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и все как между братьями, это называется по-божески, они по-меньшевикам, они меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость. А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать. Дался он вам право, и чем это он вам не угодил, что ходил-ходил немой, да вдруг не спросясь и заговорил, подумаешь, невидаль, то ли еще бывает. Ослица это, например, известная. Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Ну, известное дело, он не послушал, пошел, вроде того, как вы, глухонемой. Думает, что ее слушать? Ослица животное, побрезговал скотиной, а как потом каялся, небось, сами знаете, чем кончилось. Чем? полюбопытствовали республики. Ладно, огрызнулась Устинья, много подержать, скоро состаришься. Нет, так не годится, ты скажи, чем? не унимался тот же голос. Чем, да чем, репей неотвязчивый, соляной столб обратился. Шалишкума, это лот, лотова жена, раздались выкрики. Все смеялись, председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать. Борис Пастернак, доктор Живаго. Часть пятая, глава восьмая. На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катаного белья. Она гладила. Буфетная была одной из задних комнат вверху и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанья. Поднятые из кухни на ручном подъемнике спускали грязную посуду судомойки. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидание. Окна в сад были отварены. Буфетная пахла липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой вытяжную трубу, чтобы они разгорелись. «Что же вы вчера не постучались?» мне мадмуазель рассказывала. «Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас спустить. Ну, здравствуйте!» «Осторожно, не запачкайтесь, тут уголь просыпан. Видно, вы на весь госпиталь белье гладите. Нет, тут много моего. Вот вы все меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь, а на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь, уложусь и ай да! Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича, «Вы про такой городишком иллюзиев не слыхали?» «Что-то не помню». «А кто такая Антипова?» «Понятия не имею». «Ну, это положим. Как вам по волостям ездилось? Хорошо в деревне?» «Так в двух словах не расскажешь, как быстро у тебя не стынут». «Но вы меня, пожалуйста, если вам не трудно. Вон вытяжной трубе торчит, а этот назад, вытяжку. Так, спасибо». «Разные деревни, все зависят от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее. Там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение, на те страшно смотреть. Глупости, какие пьяницы, много вы понимаете. Просто нет никого, мужчины все забраны солдаты. Ну хорошо, а земство как новое, революционное. Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство, земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересуются только вопрос о земле. Заезжала в раздолье, вот красота, вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А взыбушины не попало, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой, не выдумка. Написывают наружность, говорят, молодой, образованный. Вчера за него на плацу усти не распиналась. Только приехала из раздольного опять целый ввоз хлама. Сколько расспросила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего. А сегодня утром сторожа из коментарского записка от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер с возвратом. Знаем мы этот возврат. Половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка. Какой ты приезжий. Догадываюсь, приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За диссертиров собирается взяться, отепить и разоружить. комиссар совсем еще зеленый в делах младенец. Здесь не предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ говорит, это ребенок и так далее и думает, что все это детские игрушки. Галиолин упрашивает, не будите говорить затремавшего зверя, предоставьте это нам. Но разве такого говоришь, когда ему втемяшится? Слушайте. На минуту оставьте утяги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши. Ничего не будет, вы преувеличиваете, да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так, шик-брык и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла. А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелицы. Какая гадость. Ах, доплюньте вы на эти ковры и фарфор, пропадение пропадом. Есть из-за чего расстраиваться. Да, да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был. Я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил. Нет, не шутяй, мне так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Черт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы выгладьте, гладьте, пожалуйста, то есть белье гладьте и не обращайте на меня внимания, а я буду говорить, я буду говорить долго. Вы подумайте, какое сейчас время, и мы с вами живем в эти дни, ведь только раз вечно случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, и некому за нами подглядывать. Свобода настоящая, и в требованиях, а с неба свалившаяся сверх ожидания, свобода по нечаянности и по недоразумению. И как все растеряны, огромны, вы заметили, как будто каждый подавлен самим собой, своим открывшимся богатырством. Да вы гладьте, говорю я, молчите, вам не скучно, я вам утеку сменю. Вчера я ночной митинг наблюдал, поразительное зрелище. Двинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит, не находится, говорит, не наговорится. И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как времена апостолов. Помните у Павла «Говорите языками и пророчествуйте, молитесь о даре истолкования». Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самое бывало. Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни. Точно существование можно на время отсрочить. Какая бессмыслица. Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился, у всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, с каждым случилось по две революции. Одна своя личная, а другая общая. Мне кажется, социализм это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности. Море жизни, сказала я, той жизни, которую можно видеть на картинах. Жизни генерализированной, жизни творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике. Неожиданное отражание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прерав на минуту глажения, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову, он понес бог знает что. Он сказал, в эти дни так тянет жизнь честно и производительно, так хочется быть частью общего одушевления. И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочный невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в 39 царстве, в 30 государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было, чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой, вам ничего ни от кого не надо, чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участии, не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся и... Ах, я забылся, простите, пожалуйста. Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он встал спиной комнате, подпер щеку ладонью, выкотясь подоконник и устремил вглубь покрытого темнотой сада рассеянный ищущий умиротворение невидящий взгляд. Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора позади него в середине комнаты. Ах, как я всегда этого боялась тихо, как бы про себя сказала она. Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо! Ах, смотрите, что я из-за вас наделала, громко воскикнула она и подбежала к доске, где позабытыми набили утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. Юрий Андреевич, продолжала она сердитым стуком, пуская утюг и на конфорку. Юрий Андреевич, будьте умницей! Выйдите на минуту, мадемуазель, выпейте воды, голубчик, возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич, я знаю, это в ваших силах, сделайте это, я прошу вас. Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть пятая, глава девятая. Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Медюзеве была страшная буря. Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыше, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлищущими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывались побегающие вглубь улицы с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. Ночью мадемуазель Флери разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался. Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть, подумала она. Изо всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга. Ну хорошо, жабринские были богачи, аристократы, но госпиталь это ведь их собственное, народное, на кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары. Все разбежались, ни начальства, ни сестер, ни докторов, а в доме есть еще раненые, два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, дополненная кладовая дизи зентериков внизу, рядом с прачечной. И чертовка Устини ушла куда-то в гости. Видят дуры, что гроза собирается, нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих. Ну, слава богу, перестали, угомонились, видят, не отпирают и ушли, махнули рукой. Тоже носят черт такую погоду. А может быть это Устини нету, то и свой ключ. Боже мой, как страшно они стучат. Ну, ведь все-таки какое свинство. Допустим, что, допустим, с живаго нечего взять. Она завтра уезжает и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиулин? Как может он дрыхнуть или спокойно лежать? Слыша такой стук в расчете, что в конце концов подымется она слабая и беззащитная старуха и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране. Галиулин, вдруг спохватилась она. Какой Галиулин? Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только с просонья. Какой Галиулин, когда его и след простыл? Не сама ли она вместе с живаго спрятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать. Когда случится этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиулином гнались из Берючей до самого Мелюзеева, стреляя в догонку и шарили по всему городу. Галиулин, если бы тогда не эти самокатчики, камни на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город, заступились за жителей, обуздав негодяев. Гроза слабела, удаляясь. Гром гремел реже и глуши. Издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные цветы молнии западали в комнату мадемуазеля, заряя ее и задерживаясь в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенный. Снова поднялся ветер, опять хлынул и сама испугалась своего голоса. Неожиданная догадка осенила ее, спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и там спустился со свечой навстречу. У них были одинаковые предположения. Живаго, Живаго, стучит на наружную дверь. Я боюсь отпереть одна, кричала она по-французски и по-русски прибавила. Вувид это Лар или поручик Гаюль. Юлия Андреевна тоже разбудил этот стук и он подумал, Юрий Андреевич тоже разбудил этот стук и он подумал, что это например, кто-то свой либо остановленный каким-то препятствием Галиулин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенный каким-то трудностям из путешествия сестра Антипова. В сене доктор дал мадмуадзель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинув засол. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, забил свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя. Кто там? Кто там? Если тут кто-нибудь кричал на перерыв во тьму мадмуадзели доктора, но им никто не отвечал, вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода или, как им стало теперь казаться, в окно из сада. По-видимому, это ветер, сказал доктор, но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь, а я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина. Мадмуадзель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета. Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так, что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками подметают небо. Дождь охлёстывал деревянную стену дома, и она из серы становилась чёрная. Ну как, спросил доктор, вернувшийся мадмуадзель. Вы прав, никого. И она рассказала, что обошла весь дом, буфетное выбитое окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан. А тут ставня оторвалась, и бьётся наличник. Видите? Вот и всё объяснение. Они поговорили ещё немного, заперли дверь и разошлись спать. Оба сожалеют, что тревога оказалась ложной. Они были уверены, что отворят парадное, и в дом войдёт так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и изявшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придёт, переодевшись, сушиться у вчерашего не остывшего жара в печи на кухне, и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться. Они были так уверены о том, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице в виде водяного знака этой женщины или её образа, который продолжал им мерещиться за поворотом. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть 5, глава 10. Госвенным виновником солдатских волнений на станции считали Беречёвского телеграфиста Колю Фроленко. Коль был сыном известного мелюзеевского часовщика. Мелюзеевы его знали с пелёнок. Мальчиком он гостил у кого-то из-за раздольниц дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя её петовицами, дочерьми и графиней. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски. В Мелизееве привыкли видеть Колю в любую погоду, налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети. Обветвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в коленных руках у парадной вокзала. Там у него работа была по горло, железнодорожный телеграф, телефон, а иногда в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в парадной. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов, выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, которой Коль прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков. Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиулина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последующим событиям. Галиулин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубке, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиулина в вызове гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов идущему передачу поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в берючи вызванных казаков. Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствие. Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой, стакан толстого стекла с простыми гранями на большом подносе. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно. Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «О, дрянь вонючая, древесный клоп!» с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожать им плеч и поворотом головы в сторону у вагонов дать понять, а что делать? Сам попробуй, его сила! «Все равно дрянь и гадина!» мимически ответил Коля. Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звякнием подков по камню перона. Взбивающихся над обе лошадей перевели через рельсы нескольких путей. Они кончались двумя рядами вагонного брака на двух разжравых заросших травой полеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которые точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое сходство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону состава с грибом-тарутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились. На пушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки. Непокорных и 212-го окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее. Чем на открытом месте они производили впечатление на солдат. Хотя у них самих были винтовки в землянках, казаки вынули шашки. Внутри конной цепи на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил гинз и обратился с речью к окруженным. Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленным. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил гинз, давно навязли в них ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживал нерусская фамилия оратора и его оздейский выговор. Гинз чувствовал, что говорит длинно и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, который держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. Если они этого не сделают, говорил Гинз, то докажут, что они подлые изменники, неосознанная сволочь, зазнавшиеся хами. От такого тона эти люди отвыкли. Поднялся рев нескольких сот голосов. Поговорил, будет, ладно, кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались исторические выкрики на насаженных ненавистью дискантах, к ним прислушивались, эти кричали. Слыхали, товарищи, как обкладывает по-старому, не вывелись офицерские повадки. Так это мы изменники, а сам ты из каковских ваших огородьях. Да что с ним хороводится? Не видишь, что ли, немец подосланный? Эй, ты, предъяви документ, голубая кровь. А вы чего рот разинули усмирительней? Найте, вяжите, ешьте нас. Ну и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. Все хама да свиньи экой барин перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве. Они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалином навстречу двести двенадцатому. Все перемешалось, началось братание. Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе. Уходите скорее. Гинц так и поступил. Но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности почти открыто направился к станции. Ушел в страшном волнении из гордости заставляя себя идти спокойно и до станции был уже близко, лес примыкал к ней. На пушке уже ввиду путей он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. Что им надо, подумал Гинц и прибавил шагу. То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанной фагоной. Зайдя за них, Гинц спустился бежать. Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их. Он скачал с разбега на высокий перо. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли его. Но опять коленями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. Надо крикнуть им, братцы, помнитесь, какой я шпион, подумал он, что-нибудь отрезвляющее, сердечное, чтобы их остановило. Последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалась у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное. У дверей вокзала под станционным колоком стояла высокая пожарная катка. Она была плотно прикрыта. Гин скачил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько задушехватающих слов, нечеловеческих и без связок. Безумная смелость его обращения в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломило и приковало их к месту. Солдаты опустили лужья. Нугин встал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту катки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре. Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, остальные бросились штыками докалывать мертвого. Борис Пастернак роман Доктор Живаго часть 5 глава 11 Мадемуазет звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями. Отвечая мадемуазель, Коля по обыкновению ввел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десяточным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное. Псков Камасиев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель? Вранье хиромантия. Отстаньте, положите Камасиев, Псков. Тридцать шесть запятая ноль ноль пятнадцать. Ах, чтоб вас собаки съели обрыв ленты. А? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком. Нельзя, не могу. Обратитесь к поваряхину. Вранье хиромантия. Тридцать шесть. Ах, черт. Отстаньте, не мешайте, мамзель. А мадемуазель говорила. Ты мне не пускай пыль в глаз, хиромань. Псков, Псков, кироман, я тебя насквозь буду водить на чистую воду. Ты будешь завтра сажать доктора в вагон. И больше они разговаривают со всяких убийц и маленький юдо-предателем. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть пятая, глава двенадцатая. Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня. Глиняные мазанки и гуси в заплеванной подсолнухами при вокзалальной слободе испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба. К зданию станции прилегала широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и все ее покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных нужных каждому направлениях. В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце, переходившей от кучки к кучке за слухами и сведениями. Молчаливые подростки лет 14 лежали, облокотившись на боку с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке и словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Выдянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери замотанными за пазух и криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми. Как бараны кинулись в рассыпную, когда пальпа началась. Не понравилось. Неприязненно говорил начальник станции Поварихин ломанными обходами, пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие в повалку снаружи перед дверьми и внутри на полу вокзала. Вдруг зон опростался. Опять увидали, какая земля бывает. Обрадовались. Четыре месяца ведь не видали под этим табором. Забыли. Вот тут он лежал. Удивительное дело, навидался я за войну всяких ужасов. Пора бы привыкнуть. А тут такая жалость взяла. Главное бессмыслиться. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят любимец семьи. А теперь направо. Так, так, пожалуйте сюда, в мой кабинет. На этот поезд и не думайте, толкают насмерть. Я вас на другое устрою, местного сообщения. Мы его сами составляем, сейчас начнем формировать. Только до посадки молчок, никому. А то на части разнесут до сцепки, если проговоритесь. Ночью в сухиничах вам будет пересадка. Борис Пастернак, доктор Жилага, часть 5, глава 13. Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, все, что было народу на лужайке, толпой бросились на перерез, к медленно пятящемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг и еще в движении наполнился до отказа, и когда его подали к перрону, был набит битком и сверху донизу увешан едущими. Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона. В коридоре он и остался в продолжении всей дороги и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах. Грозовые тучи давно разошлись. По полям, залитым жгучими лучами солнца, перекатывалось из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда стрекотания кузнечиков. Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавке и на перегородке падали длинные, вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали в припрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда. Кругом галдели, горланили, песни, ругались и резались в карты. На остановках к садому, стоявшему внутри, присоединялся снаружи шум, осаждавший поезд толпы. Гул голосов достигал оглушительности морской бури. И как на море в середине стоянки наступали вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спор у багажного вагона, отдельные слова провожающие вдалеке тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном полисаднике. Тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, вплывала в окно знакомая точно Юрия Андреевичу адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты для цветов в полях и на клумбах необычной. Доктор не мог подойти к окну вследствие давки, но он и не глядя видел воображение эти деревья. Они росли, наверное, совсем близко, спокойно протягивая крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой как ночь листвой, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий. Это повторялось весь путь, всюду шумела толпа, всюду цвели липы. Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки, облетевший слух, который едущие везде заставали на месте распространившемся и подтвержденном. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть 5, глава 14. Ночью в Сюхиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны вагон 2-го класса какого-то только что подошедшего и расписаниями предусмотренного поезда. Едва носильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, скинул на площадку докторские вещи, как должен был выдержать короткий боеспроводником, который мгновенно стал их высаживать, но, будучи умилостивлен Юрием Андреевичем, старшивался и провалился как сквозь землю. Таинственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной, в вагоне было совсем свободно. Купе, куда вошел живага, ярко освещалось оплывшую свечой на столике, пламя которой колыхало струя воздуха из приспущенного окна. Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении живака он вежливо приподнялся и переменил свою полулежачую позу на более приличную стечу. У него под диваном валяло что-то вроде половой тряпки. Вдруг кончик ветошки зашевелился и из-под дивана с хлопотливой вознёю вылезла везла ухо легавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же гибко, как закидывала ногу на ногу её долговязый хозяин. Скоро по его требованию она хлопотливо залезла под диван, приняла свой прежний вид скомканной палатёрной скунки. Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронтаж и туго набитую на стрелянной птице охотничью сумку, висевшую на кругах купе. Молодой человек был охотником. Он отличался чрезвычайной разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле слова всё время смотрел доктору в рот. У молодого человека оказался неприятный высокий голос на повышенных впадавший в металлический фальцет. Другая странность. По всему русский он одну гласную, а именно У, произношел мудреннейшим образом. Он её смягчал наподобие французского У или немецкого Умляут. Мало того, что испорчено и устоило им больших трудов, он со страшной натугой, исквзвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой. «Ещё только вчера утром я охотился на уток». Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту неправильность, но стал ему забыться, как она вновь проскальзывала. За чертовщину подумал живого, что-то читанное, знакомое. Я как врач должен был бы это знать. Да вот вылетело из головы какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьёзным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх или аку? Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать Юрию Андреевичу. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно. Оконная рама в купе была наполовину спущена. Не закрыт ли нам окно? спросил Юрий Андреевич. Вы воров не боитесь? Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторял вопрос, тот опять не отозвался. тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее. Но нет, тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору. Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при ее свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить. Поступайте, как знаете, без замедления ответил охотник. У меня нечего красть, впрочем, лучше бы не закрывать душно. Вот так фунт, подумал живого чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении. И как он чисто все сейчас произнес без своих неправильностей ум не притяжал. Борис Пастернак, доктор Живаго, часть пятая, глава пятнадцатая. Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснет, чуть растянется на удобном месте, но не тот-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете. Как нехаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, было два круга, два неотвязных клубка, которые то скатывались, то разматывались. Один круг составляли мысль о тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было овеяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотой. Доктор тревожился за эту жизнь и желал ей целости и сохранности, и, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно после более чем двухлетней разлуки. Верность революции и восхищение ею были тоже в этом круге. Это была революция в том смысле, в каком принимали ее средние классы и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь 905 года, поклонявшаяся блоку. В этот круг родной и привычный входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной между 12-м и 14-м годами в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной Живаковской. После войны хотелось обратно к этим веяниям для их возобновления и продолжения как тянуло из отлучки назад домой. Новое было также предметом мысли второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое. Это было не свое привычное, старо подготовленное новое, а непроизвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение. Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и одичание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под 905-й год, а это нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция, направленная знатоками этой стихии большевиками. Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная бог знает куда, совершенно ему неведомая жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаясь своей безвеласностью. Загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить ее, так же, как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких. Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных. Бушевала толпа и шелестели липы. Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев. В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени и что они шепчут друг другу, еле ворочаясь сонами отяжелевшими листьями, как заплетающимися шевелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке Юрий Андреевич. Весть обохваченной все шивящимися волнениями России. Весть о революции. Весть о ее роковом и трудном часе. О ее вероятном конечном величии. Борис Пастернак Доктор Живаго Часть пятая Глава шестнадцатая На другой день доктор проснулся поздно. Был двенадцатый час. Маркиз Маркиз в полголоса сдерживал сосед свою разворчавшуюся собаку. К удивлению Юрия Андреевича он с охотником оставались одни в купе. Никто не подсел дорогой. Название станции попадали естества знакомые. Поезд оставив Калужскую губернию врезался вглубь московской. Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся. Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительный и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями. Незнакомец был удивительным непоследователем. Он то вдавался признания, на которые никто не толкал его, то и ухом не ведя оставлял без ответа самые невинные вопросы. Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, привирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного. Все это напоминало что-то давно знакомое. Месты прошлого века и немного спустя некоторых героев Достоевского. А потом, совсем еще недавно, их прямые продолжения, то есть и все образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц, благодаря сохранившейся в глуше основательности в столицах устаревшей и вышедшей из моды. Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера. Родители же его напротив, неисправимые ретрограды, зубры, как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь он своим влиянием избавляет их от многих неприятностей. Сам он по своему убеждению в дядю сообщил славоохотливый субъект экстремист, максималист во всем. Вопрос их жизни, политики, искусства. Опять запахло Петенька Верховенским. Не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства. Сейчас он футуристом отрекомендуется, подумал Юрий Андреевич. И действительно речь зашла о футуристах. А сейчас о спорте заговорит, продолжал загадывать вперед доктор. О рысаках, о скетинг-ринках или о французской борьбе и правда разговор перешел на охоту. Молодой человек сказал, что в родных местах он и охотился и похвастал, что он великолепный стрелок и если бы не его физический порог, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделился меткостью. Уловив опрошающий взгляд Живаго, заметили, я думал, вы догадались о моем недостатке. Он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визит, но у него была двойная фамилия. Его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших или просто Погоревших, как он просил назвать его в честь его, так именно называвшего себя дяди. На другой карточке была разграфленная на клетке таблица с изображением разнообразно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось. Подгоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым, с невероятным совершенством, выучившимся говорить не по слуху, а на глаз, по движению крыловых мышц учителя и таким же образом понимавшим речь собеседника. Когда сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил, простите за нескромность, но вы можете не отвечать. Скажите, вы не имели отношения к Забушинской республике и ее созданию? А откуда, позвольте, вы знали Блажейка? Имел, имел, конечно имел, радостно затратурию Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и нистово колотя себя по коленям. И опять пошла фантасмагория. Погоревших сказал, что Блажейка был для него поводом, а Забушина безразличной точкой приложения его собственных идей. Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением. Философия Погоревших наполовину состояла из положения анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья. Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывало гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне соглашался, что может быть и не неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот неприятный мальчишка. «Постойте, постойте», не смело возражал он, «все это так может статься, но, по-моему, не время таким рискованным экспериментом среди нашего хаоса и развала перед лицом напирающего во врага. Надо дать стороне прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отважиться на другой. Надо дождаться какого-нибудь хотя бы относительного успокоения и порядка». «Это наивно», проговорил Погоревших, «то, что вызовете развалом такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения закономерны и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось, еще недостаточно, надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях». Юрий Андреевич устал не по себе, он вышел в коридор. Поезд, набирая скорость, снесся по подмосковными. Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовой рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятый поездом, и вертелись, как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось далеко, разнося его полое, трубчатое, дуплистое лесное эхо. Вдруг, первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретить через какой-нибудь час или два с лишним. Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары. Все это, вдруг, превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот зачем гонялись искатели приключений, вот, вот что имело в виду искусство, приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования. Рощи кончились, поезд вырвался из лиственных тесни на волю, отлогая поляна широким бугром уходила вдаль, подымаясь из-за врага. Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны в конце картофельного поля лежали на земле стеклянные рамы, вытянутые из парников. Против поляна за хвостом идущего поезда в полнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны, и по пути задевали запарниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском. Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать. Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя. И в следующую минуту купола, крыши, дома и трубы всего города. «Москва», сказал он, возвращаясь в купе. «Пора собираться». Погоревших вскочил и стал рыться в охотничьи сумки и выбрал из нее утку покрупнее. «Возьмите», сказал он, «на память. Я провел целый день в таком приятном обществе. Как ни отказывался, доктор ничего не помогало. «Ну хорошо», вынужден он был согласиться, «я принимаю это от вас в подарок жене». «Жене, жене, в подарок жене», радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые и стал дергаться всем телом и хохотать, так что выскочивший маркиз принял участие в его радости. Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания. Белыйп… …